Здравствуйте, меня зовут Анна Павалихина, я старший юрисконсульт проекта помощи детям, благотворительного фонда помощи хосписам Вера. Сегодня мы с вами участвуем в вебинаре, тема которого – получение незарегистрированных препаратов. Данный вебинар проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. В портале «Прополиатив» в разделе «Права пациента» размещаются панетки наши по разным юридическим вопросам, и там вся информация о нормативных актах актуальна, обновляется, пожалуйста, знакомьтесь. Сегодняшняя наша тема очень сложная, не только для простого человека, но и для юриста, потому что здесь очень много нормативных различных актов регулируют отношения по обвозу и получению незарегистрированных препаратов. Кроме того, есть вопросы, которые до конца не урегулированы законодательством. Мы сегодня постараемся разобраться в основных вопросах. Во-первых, что такое вообще государственная регистрация, что такое незарегистрированный препарат, где они регистрируются, что такое государственный реестр. Каков порядок ввоза незарегистрированных препаратов, как ввести препарат для личного использования, и в чем особенности ввоза психотропных препаратов. В каких случаях какие документы требуются для ввоза. И очень важный раздел, как получить препарат бесплатно. Начнем мы с того, что разберем вопрос, что такое государственная регистрация. Обращение лекарственных средств в Российской Федерации регулируется федеральным законом. Основные отношения по обращению лекарственных средств регулируются федеральным законом, который так и называется. Федеральный закон об обращении лекарственных средств регулирует все, что касается обращения препаратов. Реклама, отпуск, реализация, в том числе и ВОЗ. Мы сегодня рассмотрим только этот вопрос. И к обращению на территорию Российской Федерации согласно этого закона разрешены препараты, если они зарегистрированы соответствующим полномочным органам. Мойторган – это Росздравнадзор, который в строго установленной процедуре регистрирует препараты и их вносят в государственный реестр. На слайде вы видите название сайта реестра. Я очень рекомендую научиться им пользоваться. В этом реестре можно найти с помощью поисковой строки на сайте регистрационное удостоверение любого препарата, который зарегистрирован в России. Препарат можно искать по МНН, международному непатентовному названию и по торговому наименованию. И открыв на конкретный препарат регистрационное удостоверение, вы можете подчеркнуть для себя очень много важной информации. Не искать ее где-то в интернете и на непонятных сайтах, а прочитать полную инструкцию, утвержденную Минздравом на препарат. На страничке регистрационного удостоверения можно узнать, входит ли препарат в перечень, GNL-P, является ли он взаимозаменяемым и на какие препараты возможна замена. Так что пользуйтесь этим сайтом, это очень удобно, надеюсь, пригодится. Согласно данному закону, ВОЗ регулируется отдельной главой. Значит, этот ВОЗ включает не только ВОЗ незарегистрированных препаратов, но и ВОЗ всех препаратов, и зарегистрированных, и незарегистрированных. Кроме того, незарегистрированные препараты ввозятся не только для оказания помощи конкретному пациенту, но и для научными и образовательными организациями, для проведения научных исследований, производителями для регистрации или для проведения клинических испытаний. В общем, вопросов здесь много в этой главе регулируется, но мы с вами конкретно рассмотрим только ВОЗ незарегистрированных препаратов для оказания медицинской помощи конкретному пациенту. Так кто же в этих случаях может ввести препарат? Могут ввести как физические лица, так и юридические лица. Юридические лица – это организации определенные, которые мы разберем, указанные в законе. Физическим лицом для личного использования, а юридическим лицом – это конкретные партии незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента. Вот эти два случая мы с вами разберем. Юридические лица ввозят препараты согласно определенно установленным правилам. Правила принимаются правительством. Это правила, установленные по установлению правительства 771. Это правила ввоза вообще всех лекарственных средств для медицинского применения на территории Российской Федерации. Но, с одной оговоркой, не распространяется навоз лекарственных средств, включенный в перечень наркотических и психотропных веществ. То есть, данное постановление не регулирует вопросы ввоза психотропных средств. Это очень острый вопрос противосудорожных. Поэтому в последние годы была поднята общественностью эта тема в связи с уголовными делами, которые были заведены на матерей, которые ввозили препараты. И правительством было принято постановление 230. Установлены дополнительные правила ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих микрокотические и психотропные вещества. Но эти правила ввоза распространяются на определенный перечень лекарственных препаратов. И мы будем разбирать этот перечень чуть позднее. Таким образом, учитывая наличие этих правил, мы можем выделить три варианта ввоза для конкретного пациента. Это первое, физическим лицом для личного использования, при личном прибытии в Российской Федерации. Только так законодательством установлен возможный порядок законной ввоза. Второе, юридическим лицом, это конкретная партия препарата, кроме наркотических и психотропных, и юридическим лицом, конкретной партии незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные. Мы будем далее говорить просто психотропные, потому что перечень этих препаратов включает противосудорожные психотропные препараты, пять наименований. Давайте разберем ввоз с физическим лицом для личного использования. При прибытии физического лица в Российскую Федерацию препараты как раз могут быть ввезены без учета требований статей 47-49, которые предусматривают те правила ввоза, которые распространяются на ввоз юридическими лицами, организациям. И если эти препараты предназначены для личного использования. Вот так это законодательство позволяет нам ввозить препарат. Чтобы ввести, необходимо доказать, что эти препараты предназначены для личного использования. Данная норма закона не устанавливает, какие конкретно документы необходимы для подтверждения. Только в одном случае есть исключение. Это при ввозе сильнодействующих ядовитых веществ, включенные в определенные списки. Но этот список не очень обширный. И большинство препаратов, которые нужны пациентам, особенно детям, в него не входит. Поэтому вот эти конкретно указанные документы распространяются на эти препараты, входящие в список. Но мы их обычно не касаемся. Как же доказать то, что вы ввозите препарат для личного использования? Прибывшее лицо ввозит препарат для себя или, например, являясь законным представителем взрослого пациента, это опекуном или ребенка, родитель или опекун, усыновитель, должен иметь документы. Это либо заключение консилиума врачей федерального учреждения или учреждения Российской академии медицинских наук, в которой оказывается помощь конкретному пациенту. Или решение врачебной комиссии медицинской организации, которая находится под наблюдением пациента о назначении данного препарата и необходимости его в опеку. Давайте немножко разберем, чем отличается врачебная комиссия от консилиума. Иногда родители путают эти вопросы. Врачебная комиссия – это особый орган медицинской организации, который действует постоянно. Он есть в каждой медицинской организации, независимо от государственной она или частной, федеральной или муниципальной. Это любая медицинская организация имеет такой постоянно действующий орган, в который входят врачи. Это обязательно врачи-специалисты, заведующие отделением, заместителем главного врача. Возглавляться она может как главным врачом, так и заместителем. Но деятельность все равно контролирует главный врач. Поэтому если обращаться в медицинскую организацию по поводу работы врачебной комиссии, то подавать обращение письменное нужно на имя главного врача. Чем занимается врачебная комиссия? У нее очень много полномочий. Там есть прям перечень в приказе 502, который на экране видите. Это порядок создания деятельности. Врачебная комиссия принимает решение по направлению пациента на МСЭ, по назначению препаратов, не входящих в стандарты, по торговым наименованиям, направлению на госпитализацию и многие-многие другие вопросы, рассматривает жалобы. Поэтому это врачебная комиссия, как бы такой совет медицинской организации, которая принимает решение по важным вопросам. И когда она принимает решение, это решение оформляется протоколом. Протокол обязательно вносится в медицинскую документацию, это в карту пациента. Не важно, стационарная или амбулаторная, всегда документ вносится. И пациент или его законный, или его полномочный представитель может получить выписку из данного протокола о решении врачебной комиссии. Чтобы получить, нужно подать заявление на имя главного врача. И в течение трех дней вам должны предоставить данный документ. Что же такое консилиум врачей? Консилиум это совещание, которое собралось по конкретному вопросу оказания помощи медицинской данному пациенту. То есть это разовое такое действие, которое может проводиться с участием дистанционного специалиста в других учреждениях, разных специальностей. Главное, чтобы лечащий врач был у постели больного. Это в норме закона оговаривается. Статья 48 федерального закона об основе здоровья граждан. Она содержит части, которые касаются и врачебной комиссии, и консилиума врачей. Решение консилиума также оформляется протоколом. Вносится в медицинскую документацию. Обычно внизу протокола есть графа «Законные представители», где пациент подписывает, что они ознакомлены, и может получить копию. Вот два документа. Эти оформляются такими протоколами. И они подтверждают назначение незарегистрированных препаратов. Могут подтверждать. Что делать, если препарат нужен, а врачи отказываются вынести в осмотрение вопроса о назначении на врачебную комиссию или как организовать консилиум врачей, обратитесь к главному врачу учреждения. Если нужно организовать, то есть в вашей поликлинике или стационарах, где вы находитесь. Если нужно организовать проведение консилиума федерального учреждения, то есть здесь необходима или госпитализация, или дистанционный консилиум, тоже обратитесь на имя главного врача с просьбой организовать такой консилиум и рассмотреть на нем вопрос, который требует решения. Если вам, значит, когда подаете заявление, обязательно в письменном виде, обязательно регистрируйте его официально в приемной главврача. Регистрация – это входящий номер и дата обязательно на втором экземпляре проставляется. И остается второй экземпляр заявления и обращения у вас. И он подтвердит, что вы подали обращение. В течение 30 дней вам должны будут дать ответ. Правила подачи обращения у нас в виде инструкции размещены на портале. Пожалуйста, ознакомьтесь. Это очень важно правильно подать обращение, чтобы на него ответили. Если отказали или ответ не предоставили, то можно обращаться с жалобой. Боим, вы же высостоящий орган – это департамент Министерства здравоохранения. Возраст на озор, прокуратуру и право на судебную защиту у вас есть всегда в случае отказа. Итак, возвращаемся к нашей теме. Про физическое лицо ВОЗ для личного использования мы разобрали. Юридическими лицами. Значит, существует два порядка ВОЗа. Начнем давайте с первого. Это еще в 2010 году был принят постановлением правительства 771 правила ВОЗа. И мы выбираем из этих правил те варианты, когда препараты незарегистрированные ВОЗа для оказания помощи конкретному пациенту. Кто может ввести какое юридическое лицо, то есть организация. Это медицинские организации и организации оптовой торговли. То есть какая-то компания, которая при соблюдении определенного порядка получит разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации. И с помощью этого разрешения будет ввезен необходимый препарат. Чтобы получить такое разрешение, какой документ самый актуальный, это, конечно, заключение консилиума врачей федерального учреждения или учреждения Российской Академии Медицинских Наук. В котором оказывается медицинская помощь конкретному пациенту и заключение консилиума должно быть по следующему вопросу. Он в значении незарегистрированного лекарственного препарата для оказания ему медицинской помощи, конкретному пациенту медицинской помощи. И о необходимости ВОЗа на территорию Российской Федерации данного препарата. Там еще в правилах указано много документов, которые организация должна предоставить. Но конкретно к пациенту, его законному представителю, нет отношения вот это заключение консилиума, которое необходимо получить. Дальше. Пять дней дается МИЗДА в Российской Федерации, чтобы рассмотреть документы, запросить, если какую-то информацию нужно, запрашивают и принять решение. Либо выдать решение на ВОЗ, либо отказать. Мотивированное решение дается как раз заявителю этой организации. Плата не предусмотрена за это разрешение. Как же быть с наркотическими и психотропными препаратами? Тут мы переходим к правилам, которые приняты другим постановлением. 230-м. И, соответственно, перечнем заболеваний, состояния и препаратов соответствующих, на которые он распространяется. Здесь ВОЗ допускается конкретной партией для оказания помощи конкретному пациенту по решению врачебной комиссии. То есть, врачебная комиссия, которая наблюдает пациента или где он проходит лечение, может вынести такое решение. На практике, если психотропный препарат необходимо назначить, не зарегистрировано решением врачебной комиссии, конечно, медицинская организация требует подтверждения назначения главным неврологам области или края региона. Ну, приходится это получать. Если ребенок в тяжелом, пациент в тяжелом состоянии, то просите провести необходимую консультацию, если на дому. Пишите заявление на главного врача. Что же это за перечень заболеваний, состояния и препаратов? Вот как он выглядит, собственно, в постановлении. Ой, в приказе Минздрава. Это приказы Минздрава принят уже перечень. Здесь, как мы видим, эпилепсия, эпилепический статус и палеоактивная помощь. Это состояние, при котором противосудожные препараты тоже применяются. И это 5 препаратов в определенных формах лекарственных, которые на территории Российской Федерации не зарегистрированы. Какой же порядок ввода этих препаратов? Начинается с того, что после решения врачебной, принятия решения врачебной комиссии, решение это направляется в департамент или Министерство здравоохранения субъекта, то есть вашего региона. И это ведомство формирует сводную заявку на конкретную партию психотропных средств на основании этих решений. Департамент затем направляет сводную заявку в Минпронторг и Минздрав Российской Федерации. Денежные средства на закупку таких препаратов поделяются из федерального бюджета. К сожалению, данным порядком не установлены четкие сроки. Как быстро должны быть поданы эти сводные заявки? Как быстро должны поступить препараты и закупиться? И в этом большая сложность. Но принят данный порядок 5 марта и уже и до принятия даже были ввезены препараты для оказания помощи детям. И сейчас уже были ввезены препараты. Как осуществляется выдача их? Департамент организует распределение, когда препарат поступает в регион между медицинскими организациями. И непосредственную выдачу на пациенту или его законному представителю осуществляет медицинская организация, в которой он наблюдается. Где было принято решение врачебной комиссии. Теперь мы перейдем к праву на бесплатное обеспечение. Порядок установлен. Но не всегда этот ввоз можно осуществить препарата за государственные деньги. То есть, если препарат закуплен за собственные средства, вы можете его привезти для личного использования. Но дети-инвалиды законодательством должны обеспечиваться препаратами бесплатно. Конечно, в законодательстве прямо нет такой нормы, которая бы одна позволила добиться бесплатного обеспечения. Но в сентябре 2019 года было принято важное решение Верховного суда. Я вам очень советую с ним ознакомиться, название его дальше будет. Это решение Верховного суда было принято по делу об обеспечении девочки незарегистрированным препаратом девочки с сарфаном заболеваниями из Пензенской области. Сначала суд первой инстанции, куда обратились родители, принес сторону родителей и обязал Минздрав области обеспечить ребенка. Но было подна апелляционная жалоба, и инстанция апелляционная отменила решение. Родители пошли дальше и обжаловали решение Верховного суда. Так вот, Верховный суд, подробно рассмотрев обстоятельства дела, и выразил позицию, подробно описав нормы международного и российского права, на основании которых вынес решение в пользу истца, то есть родителей и девочки. И обязал обеспечить ребенка незарегистрированным препаратом. Я кратко приведу нормы, на которые ссылался Верховный суд. Конечно, у нас в Российской Федерации непрецедентная система права, и прямо ссылаться с суды не могут на решение Верховного суда. Но позиция Верховного суда по определенному вопросу всегда является как бы ориентиром для судов, нижестоящих инстанций в принятии решений по подобному вопросу. Вы видите на слайдах нормы международного права, нормы российского права, на которые ссылался Верховный суд при принятии решения в пользу родителей ребенка-инвалида по поводу обеспечения незарегистрированными препаратами. Я не буду подробно останавливаться на всех этих нормах, но действительно обеспечение ребенка-инвалида за счет средств регионального бюджета это как раз тот путь, к которому мы все должны стремиться, чтобы обеспечить ребенка препарат. В этом месяце был суд, например, в Смоленской области по обеспечению двух девочек с Абрилом и суд вынес решение тоже в пользу истца матери девочек и опирался практически на те же нормы, что и Верховный суд. То есть позиция, что точной нормы нет, на кого должны лечь финансовые обязательства по обеспечению, ничего подобного. В законодательстве есть нормы, на которые можно опереться. Это и программа государственной гарантии оказания бесплатного, оказания медицинской помощи гражданам. Вот, вы видите, есть определение Конституционного суда, которое гласит, что право на жизнь – это основа человеческого существования. И здоровье, охрана, право на охрану, здоровье – это особое высшее благо, без которого утрачивают значения другие. И определение Верховного суда по делу как раз об обеспечении ребенка незарегистрированным препаратами. Верховный суд разъяснил свою позицию, как раз приняв сторону истца, обязал обеспечить ребенка незарегистрированным препаратом. Как же защитить право пациента, свое или своего ребенка на бесплатное лекарственное обеспечение? Есть досудебный порядок обжалования, отказа, если вам отказали, и обжалование в суде. Как можно досудебно добиваться? У нас были случаи, что ребенок был обеспечен незарегистрированным препаратом без обращения в суд. Но на это значительно большее количество времени ушло. То есть неоднократно писали жалобы и в Минздрав региона, и в Росздравнадзор, и в прокуратуру. Но все это ходит по кругу своя, долго-долго, несмотря на то, что было одно заключение консилиума, следующий год, второе решение консилиума. Но через два года после первого заключения консилиума ребенок все-таки был обеспечен. Итак, досудебное обжалование, если вам поликлиника, ваша медицинская организация отказала обеспечить ребенка и не принимает никаких мер по обеспечению. Или же, например, как в Смоленской области, вроде бы признали право на обеспечение препаратом САБРИЛ, но искали какие-то благотворительные источники, нашли благотворителя, который оплатил ввод препарата. За счет государственных средств бюджетных препарат ВИЗИОНМИД. Вот в этих всех случаях вы можете подавать обращение и в региональный минздрав или департамент, и в Росздравнадзор, и в прокуратуру. Имея уже ответы от этих органов, вы поймете ситуацию, стоит ли дальше как-то бороться, все ли документы у вас есть необходимые, которые мы разбирали дальше. И второй вариант обжалования отказа в суде. Это подача искового заявления с требованием департаменту и министерству здравоохранения субъекта Российской Федерации, то есть вашего региона, обеспечить, признать, во-первых, право ребенка на бесплатное лекарственное обеспечение, а во-вторых, обеспечить незарегистрированным препаратом, например, за счет средств бюджета субъекта. Хочется обратить внимание, что прокуратура нередко выступает в защиту прав детей инвалидов и инвалидов, когда прокурор сам обращается в суд с исковым заявлением. Что для этого нужно? То есть нужно подать жалобу в прокуратуру и попросить прокурора выступить в защиту прав ребенка-инвалида, привести обстоятельства, затрудняющие, почему вы не можете обратиться в суд самостоятельно. Например, мама ребенка-инвалида одна обеспечивает, или опекун один ухаживает за пациентом, или инвалид сам не может обратиться, потому что в связи с состоянием здоровья это затруднительно. На моем опыте было, что когда полная семья была, но право ребенка-инвалида прокурор защитил в суде. То есть прокуроры идут на то, чтобы защищать права в суде тоже. Поэтому не бойтесь, обращайтесь и в прокуратуру. Какие особенности при подаче обращения в прокуратуру? При составлении жалобы старайтесь минимизировать эмоциональные аспекты ситуации, в которые вы попали. Не надо писать, сколько раз вы звонили, или сколько раз вам грубо ответили. Приводите в жалобе только конкретные обстоятельства дела и факты, относящиеся к рассмотрению. Прикладывайте обязательно копии всех имеющихся документов, как медицинских, так и отказы организации или ведомств. Только копии прикладывайте, оригинал всегда оставляйте у себя. На портале прополиатив размещена инструкция, как я уже говорила, по правилам подачи обращений в государственные органы и организации. Внимательно ознакомьтесь перед подачей любых обращений. Кроме того, есть памятка по взаимодействию с государственными органами и организациями. Оно называется, у ребенка диагностировали тяжелое заболевание, что делать дальше. Вот там мы разбирали, есть запись вебинара, есть памятка. Там разложено как раз по полочкам, как куда обращаться, какое ведомство является высшестоящим, в каких случаях куда писать. Поэтому всем советую, обращайтесь письменно, не стесняйтесь, это не так сложно. И всегда требуйте письменный ответ, ответы сохраняйте. Давайте попробуем теперь. Постараюсь ответить на ваши вопросы, которые поступили в ходе вебинара. Здравствуйте. То есть получается, что физлицо имеет право только лично привозить препараты из-за границы, заказывать и получить по почте уже противозаконно. Клобазам с октября консилиум пройден, не выдают. Личные пайские за границу невозможно не с кем оставить ребенка. Понятно. Смотрите, мы с вами разбирали только те нормы закона, которые прямо четко регулируют разрешенные варианты ввоза. Действительно, здесь существует некий пробил. Учитывая и федеральное законодательство в сфере здравоохранения, таможенное законодательство, четко этот вопрос не урегулирован. Но по опыту полученной информации от таможенной службы, этот вопрос разные работники смотрят на него по-разному. Учитывая общественный резонанс, конечно, они стараются не возбуждать никакие дела и не изымать полученные посылки. Но проверки проводят. Поэтому документы иметь нужно при себе. Мне вчера как раз рассказали, что в Ростовской области получили препараты, и таможенная служба проверяла, и документы у мамы были, и звонила в Минздрав региональный, почему ребенок не обеспечен. Получить посылку разрешили, но все-таки законодательно, прямо, не разрешено пересылать нерегистрированные препараты, а четкая норма регулирует только ввоз для личного использования. Понятно, что это безобразие, и нормы будут дорабатываться. Утвержденный новый порядок ввоза для психотропных препаратов, он временный, он утвержден, действовать будет до 2023 года. Понятно, что Минздрав будет предпринимать и правительство дальше меры, чтобы урегулировать ввоз таких препаратов. Но, к сожалению, прямой нормы, разрешающей пересылать препараты, нет. Поэтому, очень вам советую, если у вас есть решение консилиума, пожалуйста, обращайтесь письменно в Росграфнадзор, в прокуратуру. И, конечно, вы можете защитить право ребенка на обеспечение государством в суде. Второй вопрос. Если выдаваемый препарат урбанил ребенку не подходит, а фризиум на Чехии, Германии оккупируют приступы, можно ли добиться выдачи именно фризиума? Да, это второй неурегулированный вопрос, который, к сожалению, пока так остается открытым. Ко мне уже было к нам в фонд обращение мамы из Томска по поводу того же препарата. Пожалуйста. Обычно родители пытаются, вот не подошел урбанил, и кладут его на полку, полученный уже, да, ввезенный, предоставленный бесплатно, и не пишут дальше обращение. Что здесь важно? Постановление правительства 230 разрешает ввоз только по МНН. То есть международному непатентованному названию. То есть это препарат Колбазан. Урбанил – это торговое название, как и фризиум, это разные поставщики. Да, бывает реакция на определенные препараты других поставщиков. И тогда в обычном порядке, когда это зарегистрированные препараты, препарат назначается решением врачебной комиссии по жизненным показаниям, связи с непереносимостью по торговому наименованию. Как же быть здесь, когда нет другого порядка ввоза? Пожалуйста, если препарат действительно дает какую-то реакцию, ваш врач, специалист, ведущий, невролог обязательно должен зафиксировать в медицинской документации нежелательные реакции. Он должен подать извещение в Росздравнадзор о нежелательных реакциях. И все это должно быть зафиксировано врачебной комиссии и медицинской организации. Дальше нужно обращаться в Федеральный Минздрав, Росздравнадзор о том, что необходим ввоз препарата по торговому конкретному наименованию. Но вот один такой случай есть, к сожалению, пока еще в связи с эпидемией тоже ввоз вообще затруднен. Вопрос не решен, мы тоже его держим на контроле и тоже обращались в Минздрав. Но если вы не будете писать об этом, все будут считать, что такой проблемы не существует. Потому что этой маме тоже отвечали, что, наверное, это вам что-то показалось или не совсем правильно трактовали. Всем препарат урбанил подходит, нет зафиксированных случаев официально о том, что он кому-то не подходит. Поэтому, пожалуйста, порядок следующий. Обязательно врач должен сфиксировать реакцию. Врачебная комиссия должна вынести решение, что нужен препарат без замены, то есть именно по торговому наименованию. И тогда будем добиваться дальше обеспечения и внесения изменений в законодательство о том, что была возможность ввоза по жизненным показаниям по конкретному торговому наименованию. Но для этого нужны факты подтвержденные. Пожалуйста, если у вас возникла такая проблема, пишите. Мне можете писать на адрес, который указан на слайде. Обращайтесь в фонд Вера. Будем стараться и дальше работать. Все-таки первые шаги изменения ситуации уже пройдены. Первоначальный порядок ввоза психотропных принят, хотя и с большим трудом, с участием многих-многих людей, общественных организаций. И дальше, конечно, будем пытаться что-то изменить в ситуации. Есть еще один вопрос. Здравствуйте, подскажите, моя дочь получает препарат Турбанил. Выдали в июне. 2 упаковки на 3 месяца. Дозу нужно увеличивать, но мы можем из-за нехватки препарата. Обратились в поликлинику. Интересно, обратились вы устно или письменно. Все документы подготовили. Передали в департамент здравоохранения для увеличения дозы. Департамент ответил, ради вашего одного ребенка мы не будем отправлять документы в Москву. Ничего подобного. Вот у нас на слайде, кстати. Про порядок ВОЗа в 230-м постановлении прямо указано. Вот распределение осуществляется с применением с учетом вновь выявленных пациентов или увеличения дозировки. То есть ответственность лежит здесь на вашем региональном ведомстве. Инздраве или департаменте. Пожалуйста, не совсем понятно, письменно ли вы получили отказ в такой форме. Если устно вам такое ответили, пожалуйста, напишите на имя министра здравоохранения вашего субъекта письменное обращение, что дозировка увеличилась. Приложите копию заключения врача или врачебной комиссии о увеличении дозировки и попросите предоставить дополнительное количество препарата. Здесь право на вашей стороне, но сложность в том, что сроки данным постановлением 230 не установлены обеспечения. Пожалуйста, если вы получите письменный ответ от департамента, отказ, пишите мне, если нужна помощь. Мы постараемся дальше, куда вам обращаться, объяснить. Так, еще был вопрос. Почему местная поликлиника требует федеральное назначение препарата, будь то зарегистрированный препарат, не зарегистрированный? Нет, конечно. Заключение федерального консилиума для зарегистрированных в Российской Федерации препаратов назначения не требуется. Это может сделать учреждение в вашем регионе. Пожалуйста, если проблема у вас возникла, можете мне написать, рассказать более подробно. Нужно посмотреть, что это за назначение, какой препарат. Я смогу вам объяснить, что делать дальше. По-моему, вопросы все. Если у вас возникнут вопросы, я еще раз верну последний слайд. Запишите адрес электронной почты, вы можете написать ваши вопросы по ситуации, которая у вас возникла. Постараемся помочь.